В Крыму набирают популярность туристические киномаршруты. Сотни человек посещают места, которые когда-то стали декорациями для знаменитых советских кинолент. Можно увидеть, где гуляла дама с собачкой, на каком персе пел. Зиночка Иван Васильевич меняет профессию. На киноэкскурсию по полуострову отправился и наш корреспондент Борис Максудов. Зиночка стоит вон там на концу этой птицы. Экскурсия по следам киногероев, новый туристический хит по-крымски. Там, где когда-то снимали известные советские фильмы, теперь ходят туристы. Стать звездами большого кино в Ялте успели даже деревья, здания и парусники. Данный парусник снимался в фильмах «Остров сокровища». В жизни удивительные приключения Робинзона Крузова. Снимать кино в Крыму начали раньше, чем в Голливуде. Именно здесь больше ста лет назад построили первые съемочные павильоны, а в кинотеатре применили своеобразный эффект 3D. Когда императорские семье показывали оборону Севастополя, за экраном пел хор и стреляли из ружей. И, пожалуй, самую экзотическую сцену на Ялтинской набережной снимали вот именно в этом месте. Эпизод из кинофильма «Девчата» по сценарию должен был проходить в центре заснеженной Сибири. А на самом деле снимали сцену в разгар бархатного сезона. Именно здесь герой Михаила Пуговкина произносит свою легендарную фразу. Зря сидите. Жилплощади в этом году не предвидится. По Ялтинской набережной гуляла дама-собачка Иосифа Хейфица. Этот фильм получил приз на Каннском фестивале и диплом Британской киноакадемии. Зимнюю Ялту буквально воспил Сергей Соловьев в своей асе. Именно с высоты городской канатной дороги. Мальчик Бананан показывал Алике тот самый золотой город. Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами. Декорациями стал еще один крымский город. Жители Алушты до сих пор безошибочно определяют, на какой улице снят тот или иной эпизод комедии Гайдая «Кавказская пленница». Эту лестницу здесь называют не иначе, как Ниночкиной лестницей. А дом, в котором жила главная героиня, стал гостиницей. Когда заезжают к нам гости, они спрашивают, а правда, что здесь снимался фильм? На самом деле правда. Приезжайте, посмотрите. Декорации одного из фильмов даже стали кинопарком. Туристы здесь могут окунуться в эпоху и культуру викингов. Сначала продюсеры фильма планировали снимать эту ленту в трех странах. Но все нужные пейзажи нашли в Крыму. У нас снимали пустыни, у нас снимали джунгли, у нас снимали Европу, Африку. В Крыму снимали вот все, что можно придумать, это все снималось в Крыму. Даже инопланетные пейзажи тоже снимались в Крыму. Киномаршруты у туристов пользуются популярностью. Однако в программе экскурсий в основном советские киноленты. Художественные фильмы на полуострове в том количестве давно не снимают. Но экскурсоводы уверены, после вынужденной паузы у Крыма снова появятся главные роли в большом кино. Борис Максов, Юрий Ламзин, Максим Володин, ТВ-центр, Крым.